В этом году почетным правом проведения спартакиады студенческой молодежи Союзного государства был удостоен Брест. Город достойно принял ее участников. 230 студентам высших учебных заведений Тюмени, Пензы, Казани, Ульяновска, Минска, Гродно и еще десятка городов предстоит посоревноваться друг с другом на лучших спортивных площадках в трех видах спорта. Спартакиада Союзного государства проводится уже с 2003 года. Очередной раз Брестская крепость, город Брест принимает спартакиаду Союзного государства среди студентов. Парана будет проходить в течение шести дней. Спортсмены будут соревноваться в соревнованиях по баскетболу, плаванию. Широкая география российских участников стала подтверждением особого интереса к спортивному мероприятию. Представители диаметрально-полярных городов от Ханты-Мансийска до Севастополя встретились на героической Брестской земле, чтобы познакомиться и побороться за победу в спортивном состязании с белорусской студенческой молодежью. Мы очень счастливы быть в городе Бресте, тем более быть в такие знаменательные дни для всего и нашего, и российского, и белорусского народов. В соревнованиях спартакиады Союзного государства принимает участие 16 российских команд по мини-футболу, по баскетболу и по плаванию. Эти команды у нас были собраны под эгидой Ассоциации студенческих спортивных клубов России, и они были собраны практически со всей территории России. Отрадно, что два братских народа на спортивных баталиях этого года объединила значимая историческая дата – 75-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Правнуки великих героев, тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой, встретились в священном для каждого из них месте, чтобы почтить память выдающихся прадедов, подаривших им эту возможность. Мы надеемся, что эта традиция проведения и тематических, посвященных 75-летию победы мероприятий, она и дальше будет. И спартакиады наши, и мероприятия эти, и дружба между детьми России и Белоруссии будет только крепнуть, так же, как и дружба между нашими народами. Конечно, подобного рода мероприятия – это не только спортивная составляющая. Первостепенным является знакомство молодых людей, взаимодействие друг с другом, налаживание связей и, как итог, дружба, для которой не существует континентов и стран, границ и виз. Открытая молодежная политика, проводимая двумя союзными государствами, направленная как на физическое, так и на патриотическое воспитание, имеет очень важное значение в наше непростое время. Это сплоченность, это дружба народов, это знание разных культур, потому что некоторые не были никогда в Белоруссии, в других странах. Поэтому это, конечно же, очень хорошо. Мы развиваемся, мы узнаем все, как было. Я считаю, что главная цель таких соревнований – это, прежде всего, сблизить две страны в дружеских отношениях, чтобы ребята из России узнали больше про нашу страну, про нашу культуру, традиции и завязать дружеские отношения. Отличной возможностью для воплощения всего задуманного участниками союзной спартакиады станут не только спортивные баталии, но и насыщенная культурная программа по достопримечательностям города-юбиляра. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.